ЛЖДМИТРИЙ I В ходе голода 1601, 1602 и 1603 годов, а также так называемого движения разбоев, стало очевидно, что страна находится на пороге страшного социального кризиса. Эти события послужили прологом к многолетней смуте. В такой ситуации появился на территории русского государства первый в истории России самозванец. Личность первого самозванца — это одна из загадок русской истории. Большинство историков считает, что им был галлический дворянин Юрий Отрепьев. Он рано осиротел и по обычаю того времени начал свою службу на дворе боярина Романова в Москве. В 1600 году ему пришлось вместе с романовской семьей разделить и страшную участь бояр Романовых. Царствовавших тогда Борис Годунов подверг Романовых опале. Большой отряд стрельцов ворвался на их подворье на улице Варварки. Был форменный бой. Слуги Романовых оказали сопротивление, но большей частью были перебиты, и лишь некоторым удалось спастись. Среди них был и будущий самозванец Юрий Отрепьев. Он понимал, что если его поймают, то его ждет виселица. Поэтому он скрылся в одном из провинциальных монастырей, пострибшись в монахи под именем Григория. Так он и вошел в историю под именем Григория Отрепьева. Вскоре он обосновался в Кремлевском чудовом монастыре, в келье у своего дяди. Он был в монахах без году недели, но очень быстро проявил себя. Он отличался хорошим образованием, и потому ему, молодому монаху, поручили составлять каноны святым. Вскоре его заметил сам патриарх и стал брать его с собою во дворец. Но иноческая карьера не удовлетворяла юного честолюбца. И он решил объявить себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием Угличским, который на самом деле погиб в Угличе в 1591 году. В сопровождении двух монахов он покинул Москву и двинулся на юг страны. Это был голод. И, конечно, три монаха искали еще и спасения от голода. Они кормились милостыней. И вот они пересекли литовскую границу. Тогда Великое княжество Литовское имело немножко другую территорию, чем сейчас. И по отношению к нынешним украинским землям говорили «Литовская граница». И самозванец с двумя товарищами оказался в Киево-Печерском монастыре. Здесь он открыл свое «царское» имя архимандриду Киево-Печерского монастыря. Но тот, разумеется, выгнал самозванца за ворота. И тут Атрепев расстался со своими двумя товарищами и скинул с себя иноческое платье. То есть он учинился растригой. То есть нарушил свои клятвы, данные самому Господу, когда он постригался в монастырь. Для того, чтобы представить отчаянное мужество этого человека и греховность его, мы должны помнить, что он отрекался не только от клятв, которые дал Богу. Он отрекался и от своих родителей, потому что утверждал, что он царский сын. В довершении картины добавим. В Речи Посполитой он одно время вступил в секту Ариан, то есть был еретиком, и затем тайно принял католичество. Вот таков внутренний портрет самозванца Григория Атрепева. Сначала Атрепев нашел себе приют у польского магната Адама Вишневецкого. А магнат — это аналог русского боярина, то есть крупной знатной землевладелицы. Но Вишневецкий, которому Атрепев открыл свое имя, не решился ввязываться в эту авантюру. И тогда Атрепев нашел себе иного покровителя. Им стал хозяин имения в Самборе, тоже польский магнат, сенатор Юрий Мнишек. Почему Мнишек пустился на эту авантюру, сомнительную со всех точек зрения? Дело в том, что Мнишек проворовался, он был должен огромную сумму польской казни, и его ждала долговая тюрьма. У него был только один выход — пуститься на какую-то авантюру и спасти свое имение, семью и честь. Мнишек представил Атрепева польскому королю. Атрепев был искусным лицидеем. По свидетельству современника в его манерах было действительно что-то величественное. Он был очень красноречив, его разговор был смел, он был очень скрытен и умел быть убедительным. Конечно, польский король и его приближенные понимали, что это самозванец, но они решили использовать удобный случай для вмешательства в русские дела. Польскому королю самозванец обещал смоленские и Новгород северские земли. То есть еще в Речи Посполитой будущий претендент на российский престол беззастенчиво торговал русскими землями. Кстати, эти же земли, точнее Новгород северские, он обещал и Юрию Мнишку, и его это никак не смущало. В Самборе Атрепев посватался к дочери Юрия Мнишка, 16-летней Марине. Марина не была красавицей, и, скорее всего, романтические легенды о высокой страсти между двумя молодыми людьми являются всего лишь легендами. В основе брачного контракта, заключенного в Самборе, лежал трезвый политический расчет. Самозванец обещал Юрию Мнишку покрыть все его долги и выплатить ему 1 миллион злотых. Это половина годового бюджета московского государства. А сама Марина получала в качестве свадебного приданного подарка новгородские и псковские земли, то есть территорию небольшого европейского государства. Поэтому мы можем говорить о том, что с самого начала самозванец прекрасно понимал, что поддержка со стороны Юрия Мнишка будет только до тех пор, пока дела его будут хороши. Точно так же, видимо, рассуждал и польский магнат. И вот в 1604 году двухтысячный отряд польской шляхты, нанятый Мнишком, и четыре тысячи казаков пересекли границу московского государства. Самозванец со своим отрядом вторгся в Россию. Этот поход был бы совершенным безумием, если бы не поддержка служилых людей Юга России. Я бы сравнил начало этого похода с нападением моськи на слона. Но именно позиция служилых людей украинных, окраинных городов предопределила успех самозванца. Ворота крепостей на юге страны один за другим открывали свои ворота. Правда, вскоре сюда подошла правительственная армия Бориса Годунова. У стен Новгород-Северского Отрепев сумел нанести поражение правительственной армии. После сражения наемники потребовали жалования. Но денег у самозванца не было. Тогда польские наемники взбунтовались. Поначалу Отрепев вел себя, как подобало царскому сыну. Он ударил одного из шляхтищей, дерзко с ним разговаривавшего, по зубам. Но когда он увидел, что польская шляхта уходит и бросает его, он на развилке дорог пал на колени и именем Христа умолял их остаться. Но поляки ушли. Один из них бросил ему презрительное. «Ей, ей быть тебе на московском колу». С этого момента основной опорой самозванца стали служилые люди юга страны. В следующем сражении 1605 года вновь собранную армию самозванца разбила правительственная армия. И самозванец с немногочисленными сторонниками укрылся в единственной каменной крепости на Северской Украине в городе Путивле. Что делал Борис Годунов? Он провел в Москве сыск и установил все детали биографии самозванца. Вот из этих документов мы и знаем основные факты его биографии. И разослал в правительственных грамотах по всей стране описание Григория Отрепева. Но ловкий самозванец одним движением парализовал правительственную пропаганду. Он нашел некого бродягу, который по описанию был похож на словесный портрет Отрепева в этих грамотах. И сам зачитывал в народ грамоты Бориса Годунова. А потом предъявлял народу человека, который говорил «я Григорий Отрепев». А после этого, как написал один современник, стало русским людям совершенно ясно, что Григорий Отрепев — это не царевич Дмитрий Иванович. Тем временем небольшой отряд казаков, верный самозванцу, удерживал всю правительственную армию у стен небольшой крепостицы Крома. Казаки — это отчаянные люди. Только те, кто в течение многих лет мог выжить в обстановке постоянных набегов и войн на южной границе, составляли вот эти казачьи станицы. Тогда была такая поговорка «Куда собака свой нос не сует, туда казак свою голову несет». И вот несколько сот таких казаков сели в осаду в городе Кромы, и когда сожгли все деревянные стены, они в земляных валах покопали норы и укрывались там от артиллерийского огня. А тем временем в Москве внезапно умирает Борис Годунов. Что могло быть для людей того времени лучшим доказательством истинности царевича Дмитрия? Ведь Бог сам расчищает ему путь к престолу. Многие дворяне сомневались. Один из них сказал своему собеседнику, трудно будет воевать против прирожденного государя. И вот в правительственном лагере под Кромами произошел мятеж. Во главе его встал лидер рязанского дворянства Прокопий Ляпунов. Запомним имя этого рязанского дворянина. Мы еще не раз встретимся с ним в нашем дальнейшем рассказе. Заговорщики связали главных воевод и выдали их самозванцу. Лжедмитрий I прибыл в лагерь под Кромами, распустил большую часть правительственной армии, она ему больше не нужна, и с частью войск стремительно двинулся к Москве. В Москве в это время на царство был наречен сын Бориса Годунова, Федор. Но если опытный правитель Борис Годунов был не в состоянии удержать страну от надвигающейся смуты, то, конечно, его 16-летнему сыну это было совершенно невозможно. Жители Москвы сомневались, правда ли, что к Москве идет истинный царевич. И они, естественно, спрашивали об этом у самого авторитетного свидетеля, у боярина, князя Василия Шуйского, который возглавлял следственную комиссию в Угличе. Пока самозванец был далеко, Василий Голицын утверждал, что настоящий царевич мертв, а к Москве идет еретик и растрига Гришка Отрепев. Но когда войска самозванца приблизились к окраинам Москвы, то Василий Шуйский, наконец, объявил, что это настоящий царевич Дмитрий, и я сам укрыл его на своей груди. Передовой отряд самозванцев вступил в Московский Кремль, и по тайному приказу Отрепьева Федора Годунова и его мать задушили, а народу объявили о том, что они покончили с собой. Патриарх Иов, первый в истории России патриарх, поставленный на эту кафедру еще при Борисе Годунове, категорически отказался венчать на царство еретика и растригу, которого он очень хорошо знал. Тогда Иова свели с престола, и патриархом сделали послушного и беспринципного грека Игнатия, который венчал тайного католика, еретика и растригу на московский престол. Самозванческая интрига нуждалась постоянно в подтверждениях, поэтому у стен Москвы была устроена торжественная встреча между самозванцем и его мнимой матерью, Марией Ногой. Вероятно, ее запугали, и при огромном стечении народа они бросились друг к другу в объятия и со слезами на глазах признали друг друга. В знак сыновной почтительности самозванец шел рядом с каретой Марией Ногой с непокрытой головой. Бояре прекрасно понимали, что перед ними безродный проходимец, но они были вынуждены униженно кланяться ему во дворце. Ну а дома? Дома они говорили то, что думали. И вот однажды Василий Шуйский, придя домой, в сердцах сказал, «Черт это, а не царевич!» Холуб донес. Было следствие, и Шуйского осудили на смерти. И вот представьте, Красная площадь, лобное место, и у плахи с воткнутым топором стоит Шуйский, который возопил в народ. «Бес попутал меня оклеветать прирожденного государя!» И вот тогда открылись спаские ворота московского Кремля, и из них выехал царский гонец с помилованием. Конечно, это был спектакль, разыгранный по заранее придуманному сценарию. Самозванец не мог казнить Шуйского. Он не мог начинать свое царствование с казни представителя первостатейной аристократии. Он отправил его в ссылку. Но, как потом выяснилось, это решение оказалось для него роковым. Как правил Ложен Дмитрий I. Его политика была по преимуществу демагогической. Он обещал наполнить казну и жаловать всех служилых людей. Но одновременно он отменил все налоги на 10 лет на юге страны. В тех уездах, которые посадили его на престол. Конечно, это там было воспринято с большим энтузиазмом. Но как можно наполнить казну, отменяя столь значительную часть налогов? Самозванец обещал повысить поместные денежные оклады дворянам всей страны. Но казна была не в состоянии выплачивать и прежние оклады. А распаханной земли с крестьянами не хватало и до этого. То есть реализовать эти обещания он не мог. Самозванец для виду соблюдал московские обычаи. Но на самом деле его поведение решительно противоречило московской традиции. Он не носил бороды. Он не спал после обеда. Не соблюдал пост. Ел нечистую по московским понятиям телятину. И щеголял в польской шапочке с пером. И по Москве поползли слухи о том, что это не настоящий государь. И тут самозванец вспомнил, что у него в Польше есть нареченная невеста. Почему он вспомнил о ней только сейчас? Потому что он нуждался в польской шляхте, которая бы защищала его. Правда, Юрий Мнишек отказался везти свою дочь в Москву до тех пор, пока самозванец не расстанется с дочерью Бориса Годунова, Ксенией, которая была его наложницей. Видимо, слухи о любовных утехах самозванца достигли даже Польши. И вот в мае 1606 года свадебный кортеж Марины Мнишек прибыл в Москву. Вся столица высыпала смотреть на будущую московскую царицу. Они были очень разочарованы. Впереди процессии шел отряд польских музыкантов, которые, несмотря на благолепие колоколов московских церквей, изо всех сил играли свою чуждую для московского уха музыку. Марина категорически отказалась переходить в православие. Но она настолько мечтала о московском престоле, что отложила все свои принципы, когда дело дошло до церемонии венчания. И вот в Успенском соборе московского Кремля патриарх, который должен был наблюдать за неприкосновенностью, сохранностью православия, венчал на русский престол еретика, растригу и тайного католика с католичкой Марины по православному обряду. Десять лет всего пришлось Марины процарствовать в Москве. Против самозванца был составлен заговор, и во главе его встал боярин Василий Шуйский, которого государь вернул из ссылки. Утром, это май 1606 года, рано утром, несколько десятков заговорщиков въехали в спаские ворота московского Кремля, и со ступени Успенского собора Василий Шуйский обратился к своим сторонникам с призывом «Побивайте злого еретика». Услышав шум, самозванец высунулся из окна и, осознав, что происходит, пригрозил бердышом, заговорщиком. Он крикнул «Я вам не Борис», но после этого бросился наутек. Он бросил Марину, только пробежал мимо ее дверей и крикнул «Сердце мое, измена!» И дальше скрылся в переходах дворца. И обычно ловкий, он на этот раз неудачно выпрыгнул со второго этажа на заднем дворе и подвернул ногу. Тут заговорщики настигли его. Они окружили лежавшего на земле самозванца, пинали его ногами, ругались и говорили «У нас на дворе служит лучше, чем ты». Один из них выхватил саблю и его зарубили. Тело самозванца, раздетое для позора, с привязанной мочалкой, три дня лежало на Красной площади в Москве. А что же Марина? Марина спаслась только потому, что у нее хватило изобретательности укрыться под юбкой своей фреллины. И только когда страсти улеглись, ее вместе с отцом отправили в ссылку в Ярославль. Таков был бесславный конец первого в истории России самозванца. Некоторые его качества могут вызвать восхищение, но сама личность самозванца нет. Потому что все, что он делал, он делал только для себя. Поэтому я уверен, что ему никогда не будет стоять памятник на Красной площади в Москве. Там стоит памятник совсем другим людям, которые не ввергали страну в пучину смуты, а спасали ее. А что касается самозванца, то тело его сожгли, зарядили в пушку и по одной версии выстрелили в сторону Речи Посполитой, откуда он явился, а по другой бесславно зарыли у обочины одной из подмосковных дорог. На этом наш урок закончен.